Привет! Меня часто спрашивают, стоит ли вообще сдавать экзамен по английскому языку, будь то ЕГЭ или ОГЭ. Конечно, как человек, влюблённый в свой предмет, я всегда очень хочу ответить, конечно стоит, но это не всегда так. Давайте разберёмся, кому стоит сдавать экзамены по английскому языку в формате ЕГЭ и ОГЭ и для чего. ОГЭ стоит сдавать тем, кто собирается поступать в профильный класс и учиться в нём в 10 и 11 классе в школе. Также ОГЭ стоит сдавать тем, кто собирается сдавать ЕГЭ после 11 класса, потому что это прекрасная тренировка. Сдав ОГЭ, вы можете понять, какие у вас есть проблемы, каких знаний вам недостаточно, какие навыки, например, аудирование или чтение, вам нужно будет развить. Также ОГЭ могут сдавать те, кто собирается поступать в колледж на специально связанную с английским языком. Еще ОГЭ может пригодиться тем, кто собирается сдавать международные экзамены по английскому языку, например, для учёбы в другой стране, просто для поездки или ещё для других целей. Почему? Потому что формат экзаменов ОГЭ, ЕГЭ, а также международных экзаменов во многом совпадает. Ну и также ОГЭ могут сдавать те, кто просто хочет попробовать свои силы, узнать свой уровень владения английским языком. Кто же должен сдавать ЕГЭ? В первую очередь это те, кто собирается поступать в ВУЗ на специальность, связанную с английским языком. Те люди, которые хотят связать с английским языком всю свою профессиональную деятельность. Также как и ОГЭ, ЕГЭ могут сдавать те люди, которые хотят проверить свой уровень владения английским языком перед сдачей международных экзаменов. Ну и, конечно же, если вы просто хотите проверить свой уровень языка, проверить свои силы, узнать, на что вы вообще способны. Разумеется, для большинства этих целей нужно владеть английским языком хотя бы на начальном уровне, особенно если вы собираетесь сдавать этот экзамен для поступления куда-либо. Но кому же всё-таки не стоит сдавать ни ЕГЭ, ни ОГЭ? Ну, конечно, тем, кто им не владеет. Если вы не понимаете смысл большинства письменных и аудиотекстов, если вы путаете present simple и present continuous, а единственная фраза, которую вы можете сказать на английском языке, это London is the capital of Great Britain, ну всё очень плохо. Шучу. Конечно, у вас не всё так плохо. Но подумайте, не будут ли разочарованием ваши результаты экзаменов, когда вы сами чувствуете, что язык вам даётся с трудом. Также вы можете не сдавать ОГЭ или ЕГЭ, если ваша будущая профессиональная деятельность не будет никак связана с английским языком. Другое дело, что вы можете изучать английский самостоятельно, можете сдавать потом международные экзамены, но в таком случае сдавать ЕГЭ и ОГЭ вам совершенно не обязательно. Конечно, всё зависит от вас. Если вам нужен язык, если вы хотите сдавать экзамены, если вы твёрдо это решили, вы будете готовиться, вы будете тренироваться, вы будете задавать вопросы и искать нужную информацию, развивать необходимые навыки и умения. Всё зависит от вас. Поэтому готовьтесь, тренируйтесь и в таком случае у вас всё получится. Я верю в вас. Желаю вам успехов на экзамене. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok